Продолжение следует... 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 Они правда так вот выход к воротам, удар, защитники помогают вратарю, накрывают мяч. Так что то, что мы видим на поле, вот этот счет 1-0, как говорится, в исполнении Айжика, это игра не мальчика, но мужа. Они заслуженно повели в счете. Ну и я думаю, сейчас на трибунах, если здесь присутствуют не сотрудники Тинькова, то я абсолютно уверен на их симпатии на стороне ипотечников. Вот то, что могу сказать. А что касается команды Тинькова, да, это для нас новичок. Сейчас будем знакомиться с ними, с их тактикой, с конкретными именами. По крайней мере, они взяли мяч под контроль, перевели его на половину поля соперников. Вот сейчас еще один момент, но здесь Шатерин грамотно отсек корпусом нападающего и позволил своим партнерам начать очередную атаку передачи в центре поля. Круглов потерял мяч. Ну, сейчас посмотрим, что будет происходить в следующие минуты. Тиньковцы будут привыкать к судейству, к стилю игры. Вот сейчас неправильный ввод мяча в их исполнении. В результате чего появилась возможность у ИЖК продолжить атакующие действия. Ну, сейчас отворот и огласим составы. Да, с большим удовольствием, тем более, что надо знакомиться. Итак, команда Тиньков, кредитные системы у них играют. Голкипер номер первый Константин Романов. Второй номер Илья Писемский. 78-й Владимир Коваленко. 28-й Григорий Горелик. Далее номер 99-й Родион Пучков. 7-й Станислав Терентьев. Прошу прощения, без номера играют Александр Русин и Владислав Смирнов. Вспоминаемые ИЖК. Команда знакомая нам давно, поэтому имен будет много. Которые на слуху 4-й Алексей Сурков, 10-й Алексей Мажаев, 3-й Александр Шадрин, 99-й Евгений Крылов, 2-й Виктор Тищенко, голкипер Игорь Быков, номер 5-й Дмитрий Козлов. Ну что ж, в ИЖК есть определенные потери сегодня. Нету Сергея Исаева, нету Сергея Шифрина, Николая Горбатого нету, Егешем Артиросяна, Дмитрия Шмойлова и Антона Исаева. Ну вот есть еще три игрока в заявке, имен которых я сходу не вспомню даже, не три, а пять скорее. Но действительно все-таки потери есть. Нельзя сказать, что ИЖК команда, которая славится длиннющей скамейкой, но по крайней мере игроки чередуются. И перечень все-таки превосходит одну пятерку явно. Пока Тиньков оставляет приятное впечатление, видно, что есть у них ребята играющие, ребята бегающие. Мы видели пару моментов, когда они нам и дриблинг показывали, и в нем были неплохи. Но опять же здесь речь идет о дебютанте наших соревнований, поэтому ребятам нужно время для того, чтобы привыкнуть. Вот сейчас можно было делать передачу, затянули, хотя на левом фланге был свободный игрок. Пока равная игра абсолютно, вот если бы не тот момент с перехватом Шадрина, счет был бы вообще 0-0. Нарушение правил есть одно у Тинькова, но опять же игра идет в хорошем, в таком очень товарищеском темпе и режиме. У нас аут, здесь можно придумать, как разыграть получше. Задействуют активно Тиньковцы участки поля, притом практически все. Вот и угловой. Угловой иногда является показателем, потому что когда приезжает команда, у нее первый угловой, они показывают комбинацию, видно, что ребята натренированные. Если происходит такой угловой, то скорее всего пока ребята не сыгрались. Вот даже мы обратили внимание на то, что форма у Тинькова абсолютно новая. Конечно, может быть такое, что ребята подготовились и решили красиво войти в наше соревнование, но зачастую это свидетельствует о том, что команда собралась вот буквально только что. В любом случае, надо сказать, что ребята молодые, состав очень молодой у команды, а это всегда значит, что есть куда расти. Крылов сейчас врывался в чужую штрафную, не получилось. Дело довести до такого полноценного удара, и поэтому только аут водят. Не приехала сегодня знаменитая группа поддержки у АИЖК. Да, тишина у нас на трибунах, поэтому все-таки есть некоторые непривычные препятствия. Раньше поддержка была заметно больше. Еще один удар поворотом. И вот здесь контратаковать можно, хотя нет, всего лишь два нападающих шло вперед. У нас очень незаметно как-то пролетает первая десятиминутка, потому что осталось времени полторы минуты. Вот здесь обычно мы подводим итог, но, честно говоря, я вот не вижу каких-то конкретных тезисов, которые можно сказать и на них обратить внимание. Равная игра, интересные команды. А АИЖК смотрится более целостно, а может быть просто более привычно. Для нас вот сейчас было опасно. Поэтому вторая десятиминутка, я думаю, все покажет. В этом матче еще ничего не решено. Тиньков может в любой момент взорваться, но забивать пять голов все-таки мы эту команду не знаем. Тем более, что моменты полуопасные, они возникают. Андрей, согласишься ли ты, от тебя резюме, оно всегда наполнено индивидуальностью? Ну что я могу сказать? Да, интересный футбол. Дебютанты, думаю, десяти минут должно хватить для того, чтобы привыкнуть к окружающему миру нашего турнира. Что касается АИЖК, ну что, команда забила гол. Вот сейчас хороший момент, что Шадрин обыграл. Ой-яй-яй, да, был шанс. Был шанс, как говорится, дубль сделать или партнера вывести уже на линию ворот. Так вот, АИЖК забил гол, далее грамотно отошел назад. Все-таки играет от обороны, рассчитывая на одну-две комбинации впереди. Это стиль игры команды. Он объективно, скажем так, игра от обороны за четыре года, она не поменялась. Поэтому тот футбол, который сейчас демонстрирует АИЖК, это не уровень того, что соперник оттеснил к воротам, а то, что команда играет на удержание счета, на сохранение того результата. Делать они это умеют. Сейчас перерыв. Посмотрим, что будет у нас после короткой паузы. Ну, у Тинькова видно, что игра получается. По крайней мере, проходят комбинации. Нередко они уходят от более, скажем так, тяжеловесных защитников АИЖК, когда речь идет о скорости. Дело только за завершающим ударом. Да, действительно, Тиньков приятные ощущения от себя оставляет. Видно, что ребята знают, как играть в футбол. У них при получении мяча не возникает какой-то паники. Нет лишних касаний, лишних забеганий. Все по делу. Немножечко нет пока четких наигранных комбинаций, но это все дело практики. Я думаю, что все будет у команды нормально. Ну, вот сейчас на их месте можно было бы, конечно, собраться полноценной пятеркой или шестеркой, которой они приехали, чтобы посовещаться, не стоять на поле втроем. Но это все тоже дело такое индивидуальное. В конце концов, кому-то надо водички попить, кому-то мышцы доразмять, ну, а кому-то поговорить. Тоже их определенный стиль игры. Дополнительно хочется сказать, что выглядят они абсолютно неуставшими. Мне кажется, ребята свежи. Вот сейчас даже у кого-то хватает сил на то, чтобы мячом пожонглировать. Кстати, получается неплохо. Поэтому ждем. Я думаю, вторая десятиминутка будет наполнена событиями на порядок сильнее, чем то, что мы видели. И действительно, десяти минут на адаптацию должно хватить. Начинают именно теньковцы свою атаку. Здесь решили сыграть через дальний заброс. Ну вот, вероятность эффективности таких забросов, ну, приблизительно 50 на 50, потому что есть ребят достаточно рослые. Вот тот же Терентьев. Сейчас он ближе всего находился к чужим воротам. Седьмой номер в составе теньков. Девяносто девятый номер, который сейчас находится в обороне, тоже парень достаточно рослый. Поэтому разберутся. Опять же скажу, найдут своего Бонадысенко. Есть рост. Есть, я думаю, и желание. Ну, сейчас немножечко поспорили между собой, по-моему, там игроки у теньков. А и ЖК исполняет угловой. Вот здесь могут быть комбинации какие-то заготовленные. Чадрин исполнял штрафной, ну, угловой, но он, мне кажется, в принципе, все стандарты исполняет. Был еще один игрок в составе ЖК, достаточно возрастной. Вот здесь я могу ошибиться. Исаев, по-моему. Вот у него штрафные тоже шли великолепно. Несколько голов он в прошлом сезоне именно со штрафных назабивал. Не спешно идет футбол. Для такой полноценной зрелищности немножечко не хватает скорости, на мой вкус. Да, и ЖК-то никогда не играл в скоростной футбол. И вот сейчас, как раз забегая чуть вперед, могу сказать следующую мысль, что сейчас для ЖК главное избежать неоправданных потерь. Потому что в такой ситуации нужно будет приходиться перестраиваться в защите, отловить контратаку соперника, который бежит намного быстрее. Там есть ребята с хорошим ударом, то есть им не обязательно катать мяч около штрафной площадки, могут пробить с хода. Вот сейчас как раз Шадрин перехватил мяч с центром боли, пробил поворотом вратарь на месте. Опасный был удар в правый угол от голкипера команды Тиньков. И сейчас из-за боковой ввели мяч. Шадрин не сумел накрутить соперника. И Тиньковцы. Ну вот сейчас судья, ну что... Да, мне тоже показалось, что поступило. Да, да. Ну сколько можно. Ну здесь, как говорится, это взять ущипника, взять правила. Ну в любом случае это не привело к тому, что какие-либо выгоды секундные Тиньковцы извлекли. А сейчас очередная их атака была прервана в центре поля. Серия потери. Ну вот атака 2 в 2. Нет. Нет, в защите очень, очень грамотно ребята с ИЖК играют. Не дают обыграть себя один в один и выйти на оперативный простор. Вот это залог успеха для команды ИЖК в сегодняшнем матче. Шадрин в очередной раз отобрал мяч, пошел вперед. Не удалось добраться до ворот, но выиграны драгоценные 10-15 секунд. Сейчас не спеша можно ввести мяч, подержать его. Навес в штрафную площадку в расчете на успех на втором этаже. На этот раз не получилось. Сейчас Тиньковцы прямо здесь из-под нашей комментаторской кабины ведут мяч. Ну вот они перешли вперед. На что, в общем-то, можно было рассчитывать? Ну, рассчитывать на то, что это принесет штрафной. Первый фолл. Судья посчитал, что мяч был прерван рукой защитника ИЖК. О, какая хорошая разрезающая передача. Сантиметров не хватило Терентьеву для того, чтобы принять этот мяч на 6-метровой линии. И тогда была бы реальная угроза. Причем он уходил как раз в противоход вратарю практически на пустой угол. А ИЖК получили мяч. Прошли центр поля. Хорошо, разыграли. Отброс никого из партнеров не оказалось. На подборе, если так можно сказать. А вот Шашидрин опять грамотно прочитал комбинацию. Атака 3 в 2. Не стал ждать подкрепления. Решил в очередной раз пробить поворотом. А вот сейчас хорошая комбинация. Пас. И да. Вот это, честно говоря, гол вратарский. Я скажу. Голкипер выскочил на игрока, находящегося спиной к воротам. И при этом не стал прерывать возможный, так сказать, его проход влево вправо. Проследовал передача к 6-метровой отметке. И там достаточно легко игроки ИЖК расправились с защитником, который пытался занять позицию вратаря на линии ворот. Ну что же, счет стал 2-0. Остается у нас около 4 минут. Ну, для Тиньковцев... О, как хорошо! Ох, да, вратарь сейчас так, не знаю, я, мне кажется, самоуверенно пропускал мяч, но, как показало, он был прав. А вот сейчас далеко отпустил мяч игрок команды Тинькова в центре поля. В результате потери. И сейчас понаблюдаем вот за этой комбинационной атакой команды ИЖК. Нет, ничем она не завершилась. Да, 2-0 это уже, конечно, заметное преимущество для ИЖК. Если при 0-1 для Тинькова были все-таки шансы очень хорошие, то теперь они выглядят достаточно смутно. На мой взгляд, ошиблись они с той точки зрения, что не сделали анализ в определенный момент. Все-таки команда ИЖК, эта команда все равно со слабыми местами. Есть игроки, которые более сильные, есть те, которые более слабые. И вот в волейболе часто применяется подача на наиболее слабого, в надежде на то, что он не сможет ее, ну, в общем, обработать, говоря, футбольным, опять же, языком. Принять эту подачу. Вот, наверное, Тинькову нужно было поступать таким же самым образом. Не получилось, но это, опять же, это дебютант соревнований. Вот сейчас у нас таймаунт берет одна из команд. Мне кажется, что это должна быть ИЖК, да, для того, чтобы еще раз передохнуть и спокойно доиграть вот эти 3 минуты и целую одну секунду до финального свистка. В общем, пока все выглядит очень неплохо. И, честно говоря, мне нравится такой футбол, потому что драгоценная наша ИЖК выглядит еще лучше, чем в прошлом сезоне. Сегодня новая команда, которая к нам только пришла, Тиньков, выглядит для меня лично многообещающе. Я думаю, что немножечко им побольше уверенности в собственных силах. И все будет совсем в другом ключе идти. Пока уверенности немножечко не хватает. Уверенности и четкого понимания, что нужно делать, общие представления есть. Добавить буквально конкретики каплю и увидим мы другой футбол. Шадрин сейчас, он уже и ауты начал вводить, почему бы и нет. Сейчас никого, кстати, не осталось у ИЖК на своей половине площадки. Ну и Шадрин ошибся здесь. Можно было поступить немножечко по-другому. По-прежнему 3 минуты. Секундомер, поскольку был остановлен в тайм-ауте. И вот сейчас Тиньков надо было сбрасывать, наверное, назад, чтобы потом переводить на другой фланг. Но там уж кто разберется. Отрезаны два игрока у ИЖК. Да, действительно, да. Сработала подстраховка грамотно. И потечники в этом сезоне в защите, ну, прибавили заметно. Потому что были у них, безусловно, пробелы. Были бреши. О, хороший гол! Хороший гол! 1-2 становится счет в пользу Тиньков. И на самом деле, да, в пользу ИЖК, конечно, но гол, забитый Тиньковым, меняет для них ход дела. Потому что здесь уже можно начинать надеяться на ничью. Вообще, забить мяч в первом для себя поединке, в новых соревнованиях, это уже стоит дорогого. Опять же, вот мы говорили об уверенности в собственных силах. Ничто так не придает уверенности в своих силах, как забитый гол. Ну, только если сильнее может быть решающий гол. Решающий победный гол. Но здесь уже совсем было бы идеально. И вот здесь можно разворачивать было веером атаку свою. Не получилось. Кстати, вот вспоминали мы все штатный голкипер у ИЖК. Да, складывается впечатление, что все-таки вышел он из полевых игроков. Потому что на воротах мы видели другого футболиста. Шадрин снова угловой. Такой был угловой в надежде на ошибку вратаря. Четыре в два. Вот сейчас была возможность провести атаку. Четыре человека бежали вперед у Тинькова. Но неоправданные потери в центре поля. В итоге мяч потеряли. И время, которого и так не хватает, уходит. Сейчас футболиста ИЖК вводит из-за боковой линии поля. Но им остается совсем немного времени для того, чтобы удержать этот счет. Меньше минуты. Сейчас просто... Вот же Шадрин выцарапал мяч. Но все-таки... Вот два игра. Выход один на один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот он был шанс спасти игру. По-моему, Терентьев выскочил на рандеву с голкипером. Но атака продолжается. Еще один удар. Защитник подставляется. 30 секунд до конца встречи. А вот, честно говоря, я не понял. Я тоже не понял. Я не понял вот сейчас момента. Потому что не было ввода от ворот. Все нормально. Да. Договорились между собой. Да, судьи договорились между собой. Да, 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 да. Вот это бывает. Поэтому и два судьи у нас находятся на студии. Да, спорный мяч. Ну что же. Аут сейчас должны вводить футболисты Тиконов. Ну что, последняя атака. Все вперед. Удар. Нет, удар не получается. Ну, там было нескольких паула. Да. 2-1. 2-1. И ЖК одерживает победу в первом матче. Их поздравляю. Но в конце, это сказать, ближе к концу. Угры Тиньковцы свой стиль игры нащупали. Я думаю, будет интересно. Ну, а мы ждем следующей встречи. Да, дорогие.